Дешевле на 10% Цены на продукты в Димитровграде ниже, чем в Самаре и Тольятти. Играй как Гаспаров и Карпов, в Ульяновске открыли первый специализированный шахматный класс. Не расстанусь с комсомолом. Ульяновская комсомольская организация исполнилась 100 лет. В Ульяновске восстановят храм во имя Спаса Нерукотворного. Собор будет возведен рядом с женским монастырем. Планируется, что первый камень заложат уже в августе этого года. Подробности у Ринаты Алиуловой. Возрождать Спасскую женскую обитель в Ульяновске начали полтора года назад. А уже сегодня на территории монастыря закончено строительство звонницы. По плану строительства, с Божьей помощью, если все будет благополучно, значит мы, наверное, начало мая установим шател, который, вот вы видите, там за моей спиной находится медленно покрыт. А уж подкупольный барабан, купол, приезд в одружении, это, наверное, будет ближе к Троице. Либо на праздник Святой Троицы, как уже ладыка благословит. Вот, надеюсь, что к этому времени будем готовы. Параллельно в надвратном храме в честь симбирских новомучеников ведутся штукатурные работы. После храмовую часть здания отдадут под роспись иконописцам. Планируется, что в полном обличии Спасский женский монастырь, который закрыли в Симбирске в 1920 году, предстанет в марте следующего года. В одном из помещений храмового комплекса для прихожан откроют первую православную библиотеку. Пока все церковные службы проходят в храме Иверской иконы Божьей Матери, что на втором этаже Сестринского корпуса монастыря. Проверить ход работ решил глава региона Сергей Морозов. Во время осмотра строительной площадки губернатору доложили, что через несколько лет рядом с женским монастырем восстановят еще одно культурно-духовное сооружение. Храм во имя Спассы Нерукотворного. Пока на месте будущего Спасского собора располагаются гаражи. Одни находятся в собственности Росгвардии, другие в управлении МВД. Процесс передачи земли и самих гаражных комплексов обсуждали после на совещании в Игуменском корпусе. В течение месяца у нас будет подписан с Росгвардией договор безвозмездного пользования и по процедуре в дальнейшем в течение следующего месяца переданы данные гаражи в федеральную собственность. Сергей Морозов отметил, что важно не только восстанавливать и строить объекты, но и создавать соответствующую инфраструктуру, чтобы подчеркнуть уникальность мемориальной зоны и современной среды центра города. Для нас крайне важно сейчас начать синхронизацию наших действий по благоустройству, по озеленению, по ландшафтной архитектуре, ну и в целом вообще по формированию комфортной, по-настоящему, такой вот городской, если хотите, такой православной среды. Речь идет не только об асфальтировании, новых тротуарах и освещении. Привести в достойное состояние необходимо максимальное количество социальных и коммерческих построек, которые находятся рядом с монастырским комплексом. Это фасадные внутренние части дворца культуры губернаторский, здания на улице Дворцова, а также территории возле первой гимназии. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. В Ульяновской области на базе одного из корпусов педагогического университета открылся первый специализированный шахматный класс. Проект поддержал депутат Государственной Думы Владислав Третьяк. Об особенностях нового класса расскажет Наталья Чемоченко. Сегодня на базе педагогического университета прошло торжественное открытие первого в Ульяновской области специализированного шахматного класса. Гостями и участниками мероприятия стали как профессиональные шахматисты, так и простые любители. Участникам продемонстрировали современные шахматные столы, специальные часы, настенные магнитные доски и демонстрационные мобильные шахматы, предназначенные для повышения квалификации преподавательского состава. К большому сожалению, специалистов, которые готовы обучать игре в шахматы, у нас есть только из числа любителей, из числа федерации. Они все работают. Это либо мамы, либо папы, либо преподаватели этих же школ. И, безусловно, необходимо, чтобы это было поставлено на профессиональный уровень, чтобы люди готовили профессионально ребят. Почетным гостем творческой встречи стала шахматистка из Москвы, исполнительный директор шахматной федерации и по совместительству один из авторов учебника шахматы в школе Екатерина Волкова. Она рассказала о новых современных методиках преподавания детям шахматных партий. Шахматы развивают не только логику, не только математические способности, но и творческие способности. И все это вместе позволяет ребенку, получив опыт именно в школе или в детском саду, потом переложить это все на свое будущее, на свою будущую, в том числе, профессию. Однако больше всего участники встречи ждали появления главного героя дня и по совместительству мецената Владислава Третьяка. Благодаря ему в университете появился шахматный класс с современным интерактивным оборудованием. После осмотра класса депутат Государственной Думы принял участие в круглом столе. Поговорили о глобальной теме развития шахматного спорта в России и Ульяновской области. Сегодня главная задача и министерство на образовании, министерство спорта, сегодня главная задача, конечно, в организации, чтобы нам как-то доступно это было. Чтобы не на бумаге это было, чтобы мы там что-то сделали, а действительно привлекать специалистов, вот как сегодня сейчас там мастер-класс идет. Как-то заинтересовать нашу молодежь, чтобы они не только в компьютере там сидели и играли. Напомним, с прошлого года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации в начальной школе начали внедрять уроки шахмат. С 2018 года по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в 10 образовательных учреждениях запущен проект шахматы в школе. Открывшийся специализированный шахматный класс позволит поднять интеллектуальный спорт в регионе на новый уровень и подготовить преподавательские кадры. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. В Старомаинском районе работает уникальный для нашей страны музей леса. Подобных учреждений в России три. Музей объединил лесоводов не только Старомаинского лесхоза, но и всей Ульяновской области. В гостях побывал Павел Половов. Музей леса был создан в сентябре 2016 года по инициативе почетного гражданина Ульяновской области Бориса Зотова и директора ООО «Старомаинский лесхоз» заслуженного лесовода России Николая Ваганова. Это один из трех существующих музеев леса в России. Вход в Старомаинский музей леса свободный и от желающих его посетить нет отбоя. В год его посещает тысяча человек. Такой посещаемостью подчас не могут похвастаться и некоторые музеи областного центра. В каждой профессии люди пытаются отразить, запечатлеть в памяти следующих поколений то, что они сделали. Есть музеи, скажем так, на всех крупных предприятиях. Среди экспонатов музея есть старинные книги, уникальные фотографии, инструменты, представлен даже срез сосны обыкновенной, ровесницы Николая Крамзина. Также представлены экспозиции, изображающие жизнь леса с его обитателями. Наш музей рассказывает об истории лесного хозяйства Старомаинского района, лесного хозяйства Ульяновской области и показывает основные этапы развития лесного хозяйства Российской Федерации. Официальная дата открытия музея – 2016 год. Тем не менее, экспонаты будущего музея начали собирать и сохранять еще в конце прошлого века. Создавали мы его, начали создавать буквально в 87-м году, если мне память не изменяет, как говорится. За 30 лет в Старомаинском лесничестве удалось собрать уникальнейшие материалы. В музее леса есть свидетельство обо всех, кто когда-то работал в лесхозе. Есть даже выписка из письма персидского посла. Не за памятные времена, описавшего эти леса. При этом экспозиция музея активно пополняется. Инициатива не осталась незамеченной. В настоящее время губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал поручение организовать в музеях муниципальных образований уголки леса, которые являлись бы филиалами ныне существующего музея леса в Старомаинском районе. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Детская общественная палата. Новый опыт не только для Ульяновской области, но и для всей страны. Наряду со старшими коллегами из областной и городской общественных палат, подростки пытаются решать проблемы современности. В том числе и так близкие им самим. Образование, трудоустройство, льготы. Члены детской общественной палаты и прочих детских объединений Ульяновской области смогли задать чиновникам и общественникам интересующие их вопросы, касающиеся будущего региона и участия молодежи в его развитии. Кроме того, ребята представили свои проекты, которые разработали в рамках деловой игры «Я остаюсь». В них юные активисты попытались дать свой ответ на вопрос, почему молодежь уезжает из нашего региона. Причем учитывались все составляющие комфортной жизни, вплоть до экологической. Чтобы жизнь была и комфортной, и качественной, должно быть противостояние загрязнению воздуха, насаждение деревнями и множество других растений. Также должна присутствовать модернизация. Именно к модернизации гражданского сознания молодежи призвал руководитель региональной ассоциации ТОС Владимир Сидоров. Молодежь может создавать комфорт для себя сама. Это возможно с помощью образования молодежных советов при ТОС. Молодых больше увлекли перспективой этой формы общественных отношений, чем испугали трудности и ответственность, которые они налагают. Благодаря ТОСам, я считаю, можно решить множество различных проблем на территории нашего региона. Именно в муниципалитетах также они, я думаю, будут очень полезны. Именно поэтому детская общественная палата хотела бы сотрудничать с ними. Конечно, это поможет остаться молодежью, так как это заинтересует молодежь. Остаться не только в городе Ульяновск, но и в своих селах, в своих муниципальных образованиях. Это, я думаю, первая в списке такая организация, которая способствует именно агитации молодежи для того, чтобы она осталась. Потому что это работает непосредственно через самих людей, а они все-таки знают лучше, что нужно именно для их микрорайона, для их района, поселка. И мне кажется, это очень нужная и важная организация. Не откладывая дело в долгий ящик, палата подписала с ассоциацией соглашение о сотрудничестве. Совместный труд, по словам кота Матроскина, объединяет. Дети и молодежь готовы не только обсуждать проблемы, но и бороться с ними. После подписания подростки на практике, правда, в игровой форме, попробовали определиться с задачами и способами их решения через структуру ТОСК. Могут быть организованы ярмарки, на которых дети будут выставлять свои творческие работы. Таким образом, эти работы они будут покупать, эти деньги будут отправлены на благотворительность. Под благотворительностью дети понимают создание комфортной среды во всех общественных местах, организацию собственного досуга, досуга малышей и стариков. Участие в любом проекте, направленном на развитие региона, для активной молодежи – самодостаточная цель. Оценивали их идеи председатели действующих ТОС. Целеполаганием и активностью остались довольны. Дети – это наше будущее. Здесь мы, получается, сегодня заручились поддержкой, что действительно у ТОСов есть будущее. Потому что видели реакцию, как действительно дети, мы сейчас вот увидели, наблюдали, как дети действительно активно видят, что здесь проблемы, где они живут, как они хотят благоустроить территорию, что им мешает, что им нужно. И вот в данный момент мы сейчас заключили соглашение с детской общественной палатой, и мы видим, что действительно детям это небезразлично. В своих проектах дети предлагали спозобы привлечения средств для благоустройства, вырастить неравнодушных и умеющих думать об общем благе детей – задача, которая успешно выполняется в регионе. Павел Половов, новости Ульяновской правды. Комсомольская организация, отметившая столетие, завершила свое существование почти 30 лет назад. Однако ее юбилей празднуется с размахом и по всей стране даже сейчас. На выходных во Дворце Творчества Детей и Молодежи прошел торжественный концерт, посвященный Круглой Дате. Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи в ЛКСМ – молодежная общественно-политическая организация, созданная на Первом Всероссийском Съезде Союзов Рабочей и Крестьянской Молодежи в 1918 году. Съезд объединил разрозненные союзы молодежи в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Российской Коммунистической Партии. За всю историю в ЛКСМ через его ряды прошло более 200 миллионов человек. В Ульяновск-Симбирск Комсомол пришел спустя год. Молодежь в то время не только собиралась на субботники бескорыстно и самостоятельно, но и занималась строительством, поднимала город и осваивала новые земли. Для машиностроительного завода строительство ДК 1 мая. Это была наша заводская комсомольская стройка. А для района это строительство ДК Руслан. Там работал у нас сводный отряд комсомольцев и молодежи на строительстве этого объекта. И этот объект стоит, радует сейчас всех заволжан. Ветераны комсомола собрались на встречу, посвященную юбилею организации. В ФАЕ работала выставка с фотографиями и информационными материалами комсомольских времен. Также для гостей были предоставлены уникальные архивные фотографии из жизни городской комсомольской организации. Главная задача была – это воспитание молодежи. Не на словах, а на самом деле на деле. Если вот заводской комсомол, что такое воспитание? Говорили, что надо сделать больше продукции. Один сверхплановый станок, допустим, к Новому году, или к дню рождения комсомола, не просто, чтобы сделать станок, а зная, что где-то есть прорывные технологии, туда нужны новые оборудования. Вот комсомольцы помогали делать вот такие добрые, хорошие дела. А этот станок не маленький. Позже гости переместились в киноконцертный зал, где прошла церемония награждения благодарственными письмами и нагрудными юбилейными знаками. Для ветеранов комсомола была подготовлена тематическая праздничная программа с участием ведущих творческих коллективов города, барабанщиц, кадетов и юнормейцев. Концерт завершился выносом знамена и исполнением поп-пури, комсомольских песен эстрадно-вокальным коллективом «Созвездие». Накануне 370-летия празднования Дня пожарной охраны в Ульяновске прошла торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся средней школы номер 7 имени Кашкадамовой. Спортивный зал образовательного учреждения превратился в настоящий плац. В церемонии принятия клятвы приняли участие 80 учеников подшефной средней школы. Поддержать новобранцев пришли родители, ветераны пожарной охраны, сотрудники регионального МЧС. Кроме того, в торжественной обстановке 18 лучшим кадетам были присвоены кадетские звания «Младший вице-сержант» и «Старший сержант». В шестой раз в Индзе прошел открытый муниципальный детский кинофестиваль «Первый шаг, первый кадр». Среди участников юные кинематографисты не только Ульяновской области, но и Казахстана. В Ульяновской области работает порядка 10 школ кино и телевидения. Но в области кинообразования из муниципальных образований наиболее активна Индза. В районном центре на базе индинского филиала Ульяновского госуниверситета прошел детский кинофестиваль «Первый шаг, первый кадр». С 2016 года фестиваль носит имя Олега Терехина, идейного вдохновителя и его организатора. Почетным гостем шестого кинофестиваля стал заслуженный артист России Владимир Демидов. Я благодарю вас, что вы все пришли. С праздником, с фестивалем вас! Многолетним партнером кинофестиваля «Первый шаг, первый кадр» является Ульяновский кинофонд. Его директор Лидия Саурова – консультант и член жюри кинофестиваля. С Терехиным стояли у истоков этого кинофестиваля, придумывали, как он будет проходить, какое положение в кинофестивале будет. Я очень рада, что это состоялось. И самое главное подтверждение тому, что оно не заканчивается. Из года в год интерес, я смотрю, мы ежегодно здесь бываем, из года в год интерес к кинофестивалю растет, и это самое главное. В этом году на фестивальный конкурс было подано 30 заявок, в том числе от юных кинематографистов Крыма и Казахстана. Конечно, ребята прежде всего старались показать свою жизнь, рассказать о своих проблемах, но в каждой работе была своя изюминка. Гран-при фестиваля досталось ребятам киностудии из 4-й школы города Индзе за фильм «Письмо солдата». Победители кинофестиваля награждены участием в съемках, которые состоятся в регионе при содействии кинокомиссии Ульяновской области. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру по будням 18.50. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин